всем ребят привет с вами седой копатель сегодня будем чистить монеты какие монеты это медно никелевые советские до 61 года реформы я очень часто вам показываю видеосюжеты по чистке монет но к сожалению не всех удовлетворяет то что я творю многие нумизматы даже критикуют что это полное убийство но я вам хочу сказать нумизматы вы не копатели и вы не знаете как они откапываются в каком состоянии вы их просто покупаете и заполняете свои коллекции до того как они к вам попали они были в земле были почищены возможно мной или другими копателями и вы нас критикуете что мы убиваем монеты но лучше в таком виде в каком они сейчас да вы говорите лучше монеты не чистить но смотрите в каком виде они откапываются грязные невзрачные никто не положит коллекцию а результат после чистки которая вам сегодня покажу достаточно радует и вы уже с удовольствием их положите себе в альбомчик результаты я вам покажу в процессе в конце видео покажу состав многие его знают но зачастую про него забывают лучше вспомнить старое хорошее чем какие-то новые нумизматические чистящие средства к сожалению я испытал профессиональные средства по очистке медно никелевых монет меня не удовлетворяет очень плохой результат зачастую те которые монеты откапываются из шуфов а я занимаюсь шуфологии не справляются эти жидкости вроде как спец жидкости и стоит очень дорого но результат плачевный я народными средствами чищу результат хорошим после чистки вы монеты можете оставить в таком виде какие они есть но можете сделать на них еще очень красивые вещи в частности вы можете оставить как они есть как после чистки как после нанесения патиной легкой патиной темной монеты даже можно если монеты в хорошем состоянии можно и заполировать очень красиво ну и также есть можно сделать и эксклюзив такие эксклюзивные монеты можно использовать как подарок знакомому или же на какую-то годовщину кого год совпадает с этой монетой ну очень приятно будет получить человеку старинную монетку с его годом рождения это касается бабушек дедушек в общем у кого какие родственники все монеты можно сделать самому лично домашних условиях я вам сейчас их всех показал ну что еще хочу добавить смотрим в конце видео я покажу несложные манипуляции приготовления нашего супер средства повторюсь еще раз это средство очень хорошо подходит для очистки непосредственно медно-никелевых монет ни в коем случае не чистите другие сплавы в частности алюминий цинк полного она просто съест а медно-никелевые достаточно хорошо справляется так что приятного вам просмотра и досмотрите до конца ну что ребята поехали будем превращать вот эту кучу на кучу вот таких вот чистых монет быстро и несложно для наглядности ребят я возьму стеклянный сосуд в котором я и буду вам показывать как будут чиститься монеты какие монеты я буду использовать самый худший вариант чтобы на них был очень сильный налет какие-то загрязненности подсторонние в общем все монеты у нас прошли именно чистку мыла вода как вы видите некоторые у нас белые это у нас остатки мыла так называемый стеарин который проявляется потом на очень многих монетах этот стеарин очень здорово проявляется как чистить стеарин у меня тоже видео есть так что мыло достаточно хороший метод но очень медленный вот и они того не стоит чтобы эти монеты чистить это средство повторюсь самое лучшее насколько я знаю именно для медной никелевых монет другие монеты стоит не стоит в общем все жидкость готова сейчас забрасываем монеты и так ребят подобрал я самые худшие монеты первые три экземпляры на ху и вот этот этот и этот эта монета встречается именно на шуфах чем хороши эти монеты тем что медная никель везде хорошо сохраняется что касается последних трех экземпляров эти монеты как бы верховые встречаются и в основном у них хороший такой знаете результат получается нет никаких язв нет никаких нарост повторюсь если монета зеленая и на них имеется вот такие вот пятна красные сколы видите да сколы имеется проявляется и здесь тоже сколы проявляются то на этих местах возможно будут язвы небольшие кратеры рельеф вам хочу сказать что получится неплохой из этих монет вот так что давайте сейчас их погрузим нашу супер жидкость подобралась все монеты с разной загрязненности это для того чтобы было наглядно и визуально что монеты чистятся все рода загрязнения зелень краснота коричневые пятна и все остальное так что в процессе мы будем наблюдать за этими пятью монетами чистка долго не затратить себя ждать где-то примерно полчасика и я вам покажу на результат что касается баночки баночку я вот тоже приготовил ребята не буду церемониться забрасываю сюда монеты ребята но фактом что я буду брать все монеты за исключением момент 61 года эти монеты к сожалению чистки не поддаются частности что я имею ввиду у них состав отвратительный и эти монеты дыхает с ним все заброшу покажу вам на результат если попадется 61 года что с ней происходит с этой монетой вот все монеты находятся у нас в жидкости видите да погружены вот и это нужно чтобы монеты были погружены но я думаю давайте еще кучку закинем небольшую вот и накрываем крышкой для того чтобы мы это все дело взбалтывали ребята взбалтывали взбалтывайте эти монеты почаще и так ребят прошло ровно 10 минут как наша монета находится в жидкости цвет жидкости немножко позеленел и как вы видите да ох смотрите ребят смотрите 10 минут и одна монета практически готова практически что касается следующий монет так здесь немножко посложнее я вам хочу сказать и говорил то что монеты разных окислов разного загрязнения и естественно все это будет сходить по разному чуть дольше чуть быстрее где хуже результат будет а где еще лучше вот зеленая пока не особо так здесь тоже результат идет но не знаю как получится 10 минут монетки находятся в баночке ребята в баночке меня тоже монетки находится как вы видите уже есть результат белые монетки появляются это в банку я использую для того чтобы как можно больше монет почистить за короткое время просто лень мне чистить индивидуально вот как сейчас вот пять монет я забросил я не чистится здесь же монет я не знаю около 50 то есть за это же время 50 монет почищу или 5 вот разница есть так что еще монеты оставляю на 10 минут и я думаю уже будет какой-то результат многие меня критикуют то что я работаю без перчаток зачастую руки грязные под ногтями грязь но кто занимается чисткой меня поймет не всегда можно уследить за чистотой своих рук особенно в кадре тяжело чистить тяжело снимать одновременно так что вы должны понимать итак ребят монеты лежат у нас уже более 40 минут одна монета готова вот она вот такая хорошенькая монета готова следующая монета ну в принципе тоже готова сейчас я подработаю щеточкой и она будет тоже готова к сожалению эта монета была зеленая и на монете имеются небольшие ну вы все сейчас увидите дальше следующая монета тоже была зеленая как бы и рельеф получается еще и затертый сейчас я пройдусь щетками и вам уже покажу готовый результат какие я щетки использую ребят использую латунную и стальную для медно-никелевых монет лучше использовать стальную все щетками обработаю их и покажу результат ну что ребята закончили я их промыл к сожалению вот одна еще видите да в небольшой зеленочке мы ее немножко отложим остальные монеты достаточно неплохо получились чистенькие ровненькие классненькие вот смотрите на примере после чистки появляется на монетах пыльца вот и эту пыльцу нужно убирать при помощи я использую стальную ничего страшного в этом не будет мягкий ворс мягкий набор у меня имеется так что можете заказывать спокойно и в одном направлении ребята эту пыльцу удаляем видите да с монетой пыльца уходит и монетка становится чистая вот в одном направлении ребята туда-сюда не рекомендую никому шмырыгать потому что если ворсинки стальные против шерсти как начнут и монету можно покорябать ну в принципе вот очередная монета основа готова что хочу сказать про баночку сейчас откроем видите да там тоже основная масса монет уже белая немножко подольше процесс затянется потому что они как бы находятся в таком виде когда я их не достаю ничего эти то я хоть доставал промывал а здесь нет так что ничего страшного монетку зеленую бросаю туда пускай валяется остальные монеты четыре штучки достаточно бодрые получились хорошие вот так что сейчас монеты подойдут к своему завершению я их тоже щеткой обработаю и конечный результат что у меня получилось обязательно вам продемонстрирую ну что ребята вот и результат из банки основная масса конечно находок медно-никелевых еще у нас будет чиститься но вот эту кучку мы уже с вами почистили вот смотрите какой внешний вид у монет получается достаточно хороший бодрый двадцатка пятнашка десять копеек вот конечно есть экземпляры которые вот например пятнашечка она изначально при жизни была немножко ушатна имеются сколы деформация и к сожалению при жизни монетки были утрачены есть конечно монетки так вот например 15 копеек видите она была зеленая и небольшие имеются неприятные вещи на ней за окном уже темно ребят вот основная масса времени ушла на обработку именно щеткой чистка монет всего затратилась ну где-то буквально полтора часа чуть побольше ну два вот ну вот на каждую монетку было много затрачено времени на обработку именно щеткой просто напросто берите монету и в одном направлении эту пыльцу снимаете сейчас я вам скажу и покажу подробную информацию в заключение что за жидкость как готовить так что ставим пальчик кверху за трудосторания все делается для вас и так ребята на этом и все я вам показал наглядно что можно из противных отвратительных выкопанных монет сделать приятные монеты которые уже будут радовать глаз и не стыдно будет показать свои монетки свои находки гостям знакомым а кто занимается и продажей то и не стыдно будет выставить на продажу после чистки вы монеты можете оставить в таком виде какие они есть но можете сделать на них еще очень красивые вещи в частности вы можете оставить как они есть после чистки как после нанесения патины легкой патины темной монеты даже можно если монеты в хорошем состоянии можно и заполировать очень красиво ну и так же можно сделать и эксклюзив такие эксклюзивные монеты можно использовать как подарок способ простой это уксус обязательно девяти процентный соль пропорции ребят три чайных ложки и уксус уксус наливаем на толщину пальчика примерно 2-3 сантиметра все пропорции я вам показал но если вы немножко переборщите например с солью ничего страшного уксус возьмет именно столько сколько нужно так же хочу отметить если монета изначально была испорчена то привести ее в порядок в нужный достойный не получится уксус с солью работает именно на всю грязь которая имеется а если это грязь в частности окислы проели металл то извините меня после чистки останутся раковины язвы на монете так что не имейте ввиду после чистки только можно выявить сохран монеты до этого невозможно это просто изначальный какалик только вы можете дать вторую жизнь монете на этом и все ребята надеюсь вам понравилось будут у нас еще чистки пишем комментарии что вам интересно узнать присылайте свои методы по чистке какие вы сделаете если они действительно рабочие то я сделаю опыт эксперимент и покажу всему миру ваш метод так что на этом и все всем пока до новых встреч до новых встреч